Слушай, не получается откладывать, скорее всего, по причине того, что мозгу ему всегда нужно обоснование зачем. И когда ответа нет, и мозг оказывается на чаше весов, да, то есть вот потреби сейчас, вот потреби в будущем. В будущем, получается, это Россия, это инфляция, сколько это будет стоить, да это все непонятно. Вот лучше синиться в руках, чем большой громадный с длинными крыльями и клювом журавль в небе, да, то есть я вот его сейчас съем по лоб, и там будем думать, что оно будет, что оно случится. Нет направления, то есть нет стрелки, которая указывает, куда ты движешься. Ты, получается, смотришь на компас, оно у тебя вот так вот вращается, деньги каждый месяц приходят, направления нет, айфон куплю, да. Потому что мозг это ребенок, да, который постоянно что-то хочет. Просто вопрос приоритизации цели, которые он ставит. Есть, соответственно, потребности, которые можно удовлетворить с помощью денег, да, то есть я называю их высокоранговые и низкоранговые потребности. Ну, глупо говорить о том, что человек не может ставить цели, да, потому что если он деньги расходует, то он каких-то целей достигает. То есть он что-то покупает. И здесь вопрос, что он покупает. Почему богатые богатеют, бедные беднеют? И это будет всегда, ну, то есть из этого вырваться невозможно, если ты не признаешь одного простого факта. Если ты покупаешь распадающиеся цели, ты всегда будешь бедным. Потому что ты потратил время, чтобы получить деньги, эти деньги потратил на что-то, что ты купил, а оно потом распалось, а ты это еще купил в кредит, переплатив, то в этом случае ты оказываешься ни с чем. Богатый человек, наоборот, да, он старается купить то, что ему приносит еще больше денег. И здесь у тебя есть два варианта. То есть ты выбираешь путь или покупки вещей, которые являются вкладом для тебя на 5, 10, 20 лет. Во втором случае ты покупаешь вещи, которые, наоборот, распадаются. И эта история из разряда хочется чего-то, окей, тогда пусть для тебя это еще и ресурсом станет. Потому что сначала я покупаю акции, я покупаю облигации, чтобы они не создавали еще больше денег, я покупаю недвижимость. А если мне хочется новый айфон, что я могу еще сделать, какую я ценность могу для общества этого произвести, чтобы я сверху заработал денег, чтобы мне без проблем купить этот айфон. Как себя можно вообще заряжать на подушку безопасности? Подушка безопасности фактически это страховка. В моей жизни была ситуация, когда мне потребовалась подушка безопасности, и ее не было. И опять здесь двоякая ситуация. С одной стороны, ты оказываешься в ситуации, что ты не можешь сидеть на попе ровно, ничего не делать, ты должен что-то предпринимать. С другой стороны, беда не приходит одна, как правило, то есть там прям начинает валиться. С машиной произошло, налоговая претензии предъявила. То есть ты оказываешься в ситуации вот этого давления. У тебя начинает работать лимбическая система, начинает работать страх, и ты начинаешь совершать ошибки. Ты свои классные активы начинаешь за дешево продавать, просто потому что у тебя вариантов нет. Ты начинаешь какие-то необдуманные поступки делать. Ты заходишь в риск для того, чтобы быстро компенсировать вот эти вот потери. Используешь заемный капитал, еще больше увеличивая риск. Вот в такой период времени, а защищены вы в этой истории или не защищены? Второе, в принципе, она позволяет выключать историю, связанную с паникой. Потому что, знаешь, ну как бы там лежит вот денег на два года жизни. И даже в банк не надо идти, у тебя это все там условно вот на расстоянии вытянутой руки. То это, соответственно, позволяет спокойно разговаривать с человеком о повышении зарплаты. Не терять лицо, когда там в условиях турбулентности, да, начинают оптимизировать затраты, кого-то увольняют, тебе перекладывают какие-то дополнительные обязанности. Тебя в отпуск не отпускают. И ты, получается, некий такой привязанный, то есть у тебя реально некое такое рабство, просто упакованное в форму заработной платы. Есть подушка безопасности, окей, я этого делать не буду. И к таким работникам с уважением находятся, и в последнюю очередь увольняют. Пока у меня, типа, все окей, я не смогу себя замотивировать. Я же не смогу себя нарисовать, у-у-у, меня сейчас увольят с работы, выгонят с квартиры, тут мне резко понадобится куча бамлана, там, я не знаю, свои зубы. Ну, так же не работает эта штука. Слушай, это честный разговор с самим собой элементарно. То есть вариант или мотивация через морковку сзади, или мотивация через морковку спереди. Мотивация через морковку сзади, когда уже происходит, и ты такой с опытом уже, о, блин, подушку безопасности надо хотя бы на три месяца иметь, на шесть. Морковка спереди, это элементарно. Я как хочу себя чувствовать? Я хочу себя чувствовать защищенным или не хочу? То есть мы все хотим, чтобы у нас все равно крыша над головой была и кондиционер был. Что если дождь, если холодно, если снег, то мне будет тепло, а если жарко, то я включу кондиционер, мне будет комфортно. То есть уровень комфорта в принятии решений. Подушка безопасности дает такой комфорт, отсутствие подушки безопасности не дает такого комфорта. Основная причина, почему человек не копит денег, размеры активного дохода у человека недостаточно для того, чтобы удовлетворить элементарные базовые потребности. Если мы говорим, что средняя зарплата по России составляет 50-65 тысяч рублей, как Рамма говорит Росстат, уровень жизни, опять-таки, составляет примерно такую же сумму. Абсолютное большинство денег, которые ты тратишь, они идут на низкоранговые цели, которые распадаются со временем. То есть ты тратишь деньги, что-то покупаешь, а это распадается. Даже не сохраняется на уровень инфляции. И поэтому, когда ты находишься в этих крысиных бегах, ты не думаешь о своей производительности, ты не думаешь о своей эффективности, ты не повышаешь уровень своего интеллектуального капитала, ты не знакомишься с новыми людьми, ты не получаешь уровень образования. То есть твоя продуктивность, она практически стоит на месте, а если у тебя происходит увеличение заработной платы, оно у тебя растет не больше, чем на уровень инфляции. То есть твои затраты, соответственно, вместе с ростом уровня твоего дохода, они тоже поднимают, потому что инфляционная составляющая. То есть нужно сделать разрыв между уровнем активного дохода, который ты получаешь, и потребление, которое ты имеешь. Все. И тогда, соответственно, себе самому честно ответить на вопрос, а какое потребление я хочу, когда я хочу прекратить активную деятельность, связанную с обеспечением моих потребностей. Какой уровень потребности я хочу иметь? Тогда, может быть, снизить уровень потребностей и раньше стать финансово независимым, и заниматься каким-то любимым делом, и монетизировать это. И что тогда тебе для этого надо делать? То есть мы опять приходим к элементарной экономической теории. Если тебе нужна какая-то потребительская ценность от телефона, от компьютера, от автомобиля, от квартиры, в которой ты живешь, ты должен создать потребительской ценности в 10 раз больше для общества, потому что в процессе обмена ты получишь в 10 раз больше, чем тебе необходимо. Как раз про это, друзья, мы говорим в школе развития Максима Петрова, объясняем это непосредственно на пальцах, откуда берутся деньги, за счет чего они получаются, как увеличивать активный доход, как эффективно коммуницировать, избегать абсолютное большинство конфликтов, работать в состоянии стресса, выводить себя из состояния стресса, каким образом эффективно заниматься инвестиционным менеджментом, повышать уровень личной энергии и состояние здоровья. Более подробно вы можете узнать на мастер-классе, ссылка в описании к данному видео, проходите, смотрите. Это, я думаю, будет большим вкладом лично в ваше понимание, осознание того, какую ценность вы можете создавать для общества, с тем, чтобы увеличивать как размер вашего активного дохода, так и эффективность ваших инвестиций. Проходите, будет интересно.